И поэтому 40 лет я сталкиваюсь с определенными клиентами, то есть с детьми, подростками, их родителями, и на основе сначала как бы полученных знаний, а второе на основе собственного опыта буду делать те заключения, с которыми и хочу с вами поделиться. Меня зовут Психиатр Владимир Киреев. Ja mulle on selline eelisteiste esinejate ees, võib olla, et mulle ei ole kõlevaid akadeemilisi kraade ja mind ei sega mingid piirangud. Ma olen 40 aastat praktiseerinud arsti tegevust, olen laste psühhiaater ja olen veel saanud ka teise hariduse, eksistentsiaalse psühholoogia-terapeudi hariduse. Psühhoterapeuti. Psühhoterapeuti. Ja, mitte psühholoogi. Ja, psühhoterapeuti hariduse. Ning 40 aastat olen ma praktiseerinud lastega, teismelistega, täiskasvanutega. И несмотря на то название, которое задекларировано в буклете, я буду скорее всего говорить о совершенно противоположном. То есть я не собираюсь сейчас перед аудиторией раскрывать особенности психологии подросткового возраста совершенно принципиально, не только потому, что об этом очень много чего сказано, а скорее из принципиальных соображений, потому что это скорее всего на сегодня уже наносит вред. И в следующем программе, я не хочу говорить о психологии. Естественно, это очень многое речь, и другая, что это может также сделать. Мы закончили слушать очень важную мысль о том, что в религии и в православной религии, в особенности есть очень важный вот этот акцент на должествовании. Но вопрос о том, как обеспечить это должествование, он остается в висячем воздухе. И поэтому именно этому возможности обеспечения должествования я посвящу сейчас свое выступление. Мы слышали очень важные мысль о том, что в религии и в религии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И условиями, при котором эти этапы созревания возможны, их потом перечислю с экзистенциально-психологической точки зрения, является быть понятым. Поэтому все сегодняшнее мое выступление будет посвящено не тому, как объяснять поведение или проявление подростка, а про то, как его понимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... основной проблемой, которая, собственно говоря, и способствует тем феноменам, которые называются современные поколения, там Z-поколения и так далее. То есть имеется виду именно проблема с пониманием. Мне кажется, что есть большая сложность другая решение. Сначала я проведу границу, разделю понять и объяснить. Когда мы говорим, что что-то нашло свое объяснение, то всякое объяснение идет через что-то другое. Я могу объяснить поведение подростка через констелляцию экспрессии генов, через гормоны, которые, естественно, бушуют в подростковом возрасте, через особенности влияния среды. Я могу объяснить через то, что без попутал. Если что-то не будет, то, что-то не будет. Если что-то не будет, то, что-то не будет. Селетус лябимилеги. На этом, где-то я знаю, что-то в том, что ты будешь вопрошаться в раздражении, как в том, что геникоганная система, или какие-то, что ты будешь вопрошивать, или другая монитория, или другая монитория, или что-то вопрошено? Да, вопрошу, когда-то вопрошиле, Если это понимание, то либо это понимание, либо оно не понимание. И поэтому, как сказал один деятель, понять человека можно сердцем. А вот с этой так называемой сердечной чакрой у нас так как раз и возникают, я в данном случае про родители говорю, основные трудности. И встает вопрос, а за счет чего трудно другого человека понять? Ну естественно понять легко тогда, когда ты кого-то любишь. Потому что если ты кого-то любишь, то естественно понимание оно будет возникать естественным образом. Именно через любовь. Ага микс siis on nii raske teisest inimesest aru saada? Логмоликулт, керке on aru saada siis, куя армастатakse teist inimest. И больше всего затрудняет понимание, это агрессивность по отношению кому-то. То есть если я по отношению кому-то агрессивен, то мне вообще скорее всего его не понять. Ага эрити raske on teisest inimesest aru saada, куя армастат. Ага эрити. Ага эрити. Экзистенциального направления психотерапевта в рамках экзистенциального есть данности жизни. Естественно я сейчас не буду рассказывать об экзистенциальных данностях жизни, которые совершенно не противоречат религиозному взгляду, потому что экзистенциализм имеет два крыла, атеистический, религиозный. Они кстати даже и не противоречат особенно друг другу по сути. Но вот этот данность родители заключается в том, что сущность родители это тревожится и переживает за свое время. Продолжение следует... Дело в том, что сколько бы лет родителю не было, если он остается родителем, то до конца он продолжает дальше все равно тревожиться, переживать за своего ребенка. И мы взрослые, те, у кого еще остались собственные родители, конечно же, с этим можем совершенно четко сталкиваться. То есть страх вызывает агрессивность. И это, по сути дела, на уровне животного начала. И поэтому всякие феномены, когда пытаются родителей запугать чем угодно, начиная от компьютерной зависимости, наркомании и еще чем-то, то может быть очень плохой побочный эффект. Возникает ощущение запуганности, возникает вот это ощущение страха, которое, к сожалению, мы не святы и у нас возникает агрессивность как реакция на запуганность и на страх. Продолжение следует... Продолжение следует... и туне аэров, и холи всту ову, и хирурган, да хирурган. Само хирурган теория камер-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Лапси-ванемаид хирмутадатся много разными вещами. Наркосыльтувус, как лапси давали, арвуты негативных ситуаций. И так далее лапси-ванемы хирмуты, и хирм текает агрессивность. Естественно, агрессивность – это самое главное препятствия. А вот это ощущение непонятности, оно блокирует все те возможности, которые в своем конечном пункте приводят к осмыслению возможности должествовать. И вот в качестве примера, наверное, удобнее всего привести пример из жизни, Иоанна Кроштадтского. Значит, был такой конкретный совершенно эпизод, когда этот человек собирал деньги, раздавал эти деньги нищим, и наблюдался такой момент, когда вдруг собралась толпа, а не всегда у него была та сумма, и он давал там, скажем, по 3 копейки, там в следующий раз у него, скажем, было меньше, и он раздавал, предположим, по 2 копейки. И в результате возник такой момент, что он выходит к этим нищим людям, которые своевременно собрались в определенном месте, куда к ним выйдет Иоанн Кроштадтский, и там возник крик, не брать, ребята, ничего не брать не надо. Этот батюшка завтра, так сказать, еще и по копейке даст. То есть, другими словами, что же это такое будет, если вы сейчас возьмете, потому что дальше, скорее всего, вы уже и по копейке будете получать. Мысль была такая. И вот этот вот момент не брать, дабы, ну, как бы наказать, как бы привести в порядок этого батюшка, который раздает деньги, чтобы ему неповадно было бы уменьшить вот эту сумму. Вот это совершенно четкая подростковая реакция. То есть, по сути дела, Иоанн Кроштадтский столкнулся с подростковым сознанием. Иоанн Кроштадтский столкнулся с подростковым сознанием. Иоанн Кроштадтский столкнулся с подростковым сознанием. Продолжение следует. Это не только один. Это очень другими словами, так что батюшка удовлетворится тем, что по одной копейке нам будет дать, а вот это состояние, что он удовлетворится, дозволить нельзя. Искусство, как бы надо держать в черном теле, естественно они так не развернуто не рассуждали, но суть этого выкрика, ребята, не берите, именно в этом и заключалось, не создайте ему вот это. Этого чувства удовлетворенности. Сеюе, раппасея, аргевутке, это действительно означает, что аргевут ласки, седа раху, лолу, тунн, чтобы сделать это еще раз. Ну естественно мы помним прекрасную детскую байку, когда рассуждение ребенка, это не подросток, это ребенок рассуждает на зло бабушке отморожу себе уши, потому что бабушка не дала мне нужную конфессу. Или не разрешила лишний раз посмотреть мультики перед сном. Мы не знаем, как седа векист ласте файлми, куст, если лапс нагу утряб, что, ну вот, вана эмале, нюдь каристус, и та не отдал муле комми, ма кюлметан ома кървад эра. Ну не столько каристус, только тигедус, то есть надо бабушку элдаст вялья вия, надо бабушку вывести из себя, а как самый лучший способ, как вывести любящую бабушку из себя, это взять таки отморозить себе уши, потому что ничего больше любящую бабушку не расстроит. И нет лучшего способа повлиять на бабушку с точки зрения внутренней логики этого ребенка. И он прав. И вот теперь можно уже подойти к самому процессу понимания другого человека. Да нюдь ме ёваме селе теисест инимесест ару саамисе процессини. Значит, для того, чтобы другого человека понимать, значит, для этого, конечно, надо научиться переживать, чувствовать и так далее. Именно переживать не в смысле расстраиваться, а переживать в силиковском смысле, как пережовывать. То есть как бы ребенок был взял бы в рот и не жуйод, либо он проглатывает не пережованные, тогда, значит, у него расстройства желудка, либо он вообще держит в арту. И следую лорочку ему уже всунут в рот эти кашки нельзя, потому что у него рот полный он не жуйод. И вот с этим был связан как раз мой вопрос насчет психосоматики. Потому что сейчас самое популярное и очень помолодевшее расстройство это тревожное расстройство с паническими атаками. Теперь уже панические атаки начинаются чуть ли не в 15-16 лет. Хотя раньше это был удел на достаточно взрослого человека. И вот это расстройство естественно у тех людей, которые не умеют переживать, не в смысле расстраиваться, а не умеют пережовывать то, те frustрации, те обделенности, те разочарования, которые жизнь полна. Да. 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 Боже, тебе надо. Да. Ну, я могу сказать по себе, сколько раз мне пришлось справиться с тем, что кажется вообще невозможно было справиться именно после того, когда удалось, ну вот если это никакой чувственно сказать, помолиться. Мências. Я сейчас говорю про процесс переживания в самом широком смысле, когда это связано с аспектами внутреннего мира. Я отвечаю на этот процесс, что он занимается в самом широком смысле. Если он расплакался, то может быть он расплакался и через это отпереживал, а может быть он расплакался и через это было понятно, что он не отпереживал. И теперь это не отпереживание будет источником психосоматики позже. Продолжение следует... 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 что родители чего-то там за ребенка боятся, а я смотрю на этих родителей с высоты своих знаний и опыта понимаю, ох, если бы знали, чего на самом деле надо бояться, вот тогда бы у вас был бы на самом деле ужас. Например, я понимаю, что ребенок садится за компьютер, у него нет, так сказать, занятий с учебы, но я понимаю, что он на грани психоза, и если сейчас отобрать у него этот компьютер, у него начнется просто психоз, то есть, по сути дела, начнется острая подростковая шизофрения, которая будет проявляться в том, что у него в голове появятся голоса, которые могут заставить его даже совершить нечто самое страшное, просто вынудить его это совершить. Понятное дело, что родителям я этого не скажу, потому что они и так запуганы, и так уже ведут себя по отношению к этому ребенку агрессивно, а я знаю, что сейчас вот этот самый компьютер в данный момент это отдушина, это вот тот канал, который спасает его от приступа психоза, или может быть нарушение поведения какое-то. В данный момент я могу понять, что вот это нарушение поведения, оно может быть именно последним барьером отвести от психоза. Из-за того, что она убедена, что они говорят по поводу, которые нарушены, что у них будут выяснить, в том, что они будут выяснить, что это есть тем, что они могут подскать. Пыльник. И в втором случае ребенок отказывается учиться, он не удаляет никакой учебе, он всячески отрицает возможность прикосновения к физике, к математике, к тому, что хотя бы минимально, так сказать, трудно, затрудняет. А я так понимаю, не дай бог ты сейчас поймешь, что у тебя легкая дебильность, потому что твои родители и наши современные условия дали возможность тебе это не понять за счет разных, так сказать, штучек. И вот теперь, когда ты там в своем девятом, десятом классе вдруг осознаешь свою легкую дебильность, то при твоем неумении переживать это обстоятельство, это депрессия и завтра суицид. Не признает свою какую-то слабость, немощность, ущербность и так далее. И только если эта немощность, слабость, ущербность до него дойдет, а дойдет только тогда, когда начнет стараться. То есть если он не старается, не учится, понятно, не радеет, так он никогда и не поймет свою эту недостаточность. Но представьте себе, мы заставили его, или он там с дуру вдруг начал учиться, и до него дошло, насколько он дебильнее своих окружающих референтной группы сверстников. А если он нарциссичен, он не будет стараться, он сделает себе хана. Или кому-нибудь. Синагу на тегемист мею нарциссистлике, лапсе vanemategа, kes kõike on lubanud lapsele, ei ole vaja mida, mingit pingutust lapse poolt. Ja laps ei tunnista ka oma nõrkusi. Ka laps on нарциссistlik. Ja kui nüüd mingil hetkel ta tunnetab, et nüüd midagi on vaja teha, ta peab õppima, ta peab raskustega toime, tulema, siis alles ta saab aru, et tal on mingi häire, debiilsus. Ta ei suuda seda teha. Puudulikus. Puudulikus. Kui nõrkusi 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 nõrk Не буду я продолжать дальше вас запугивать всякими разными примерами, что видно из кабинета психиатры глазами. Поэтому под конец я просто очень лаконично перечислю те основы, о которых стоит помнить родителю для того, чтобы понимать своего ребенка. А понимать это значит проникнуть к его внутреннему миру, получить доступ к его внутреннему миру и увидеть обстоятельства жизни его глазами. Не надо. Мога я тебе дадут, я вам покажу, что оно работает медленности. Но я хочу еще раз видеть, что ребенок должен быть вовремененен о ребенке. Это означает, что ребенок должен быть вовременененен. Это значит, что ребенок должен быть вовременененен. Для артистического родителя слова «паняти» и согласиться, это одно и то же самое. Я могу понять, какого-нибудь своего клиента он совершенно не согласен с его поведением. Но в данном случае родители, если я это понял, значит типа я уже с этим не согласился. Муден на артистику «Лапсе панема» яокс, неудача, асиат, ару, саамин и ныос, он самая. И поэтому, если говорить по эстонски «Коковый текст» в заключении, на первом этапе, пока ребенок маленький, что могут сделать и что делают родители для возможности переживания, ну вот способности переживать у своего ребенка. Это создать ощущение ребенка на то, что в данном случае я имею возможность жить. И на первом этапе, когда ребенок маленький ребенок маленький ребенок маленький ребенок «Безобразие абортов», борьба с абортами. Но в некоторых странах сделали очень интересную статистику, что в тех странах, в которых разрешили аборты, через некоторое количество лет преступность уменьшилась. И когда психологи проводили факторный анализ, то обнаружили какая связь между разрешением абортом женщинам и снижением преступности. А очень много не родилось нежеланных детей. Тех детей, которые в самом раннем периоде возраста как раз и не получили вот этого базового ощущения принятости. То есть, предположим, ребенок изначально находится в ситуации непринятости, и его абортировали. Или нет, ребенка не абортировали, но он продолжает дальше жить в ситуации непринятости, и уже на основании этой первой предиспозиции у него появится статистически достоверная склонность к преступлению. Аборти 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 и у него в мозгу высчитывается, что если я это получу, но мама отдалится, или я не возьму это, но мама станет ближе. И при правильной маме, которая обеспечила привязанность, конечно же, любой психически здоровый ребенок примет большее и откажется от меньшего. Как? Опять же зам – это первая эмоция. То есть это не очень-оч�. Он не хочет, когда он не хочет. Пошли дальше. Следующее базовое состояние. Если с этим все нормально, то мы получаем другую вещь. А хочу ли я этого или не хочу я этого? Понимаете, когда я выживаю, мне не до того, чего я хочу, чего я не хочу, лишь бы мне выжить. Но если уже не надо мне выживать, то, значит, я задам следующий вопрос. А мне это нравится или не нравится? Хочу я этого или не хочу? И, кстати, что такое самость человека? Самость – это когда он узнает, что есть то, что ему хочу, что он нравится и так далее. То есть он как бы обращается, условно говоря, к своему животу и говорит, что мое, что не мое. Вот то, что мое – это и есть моя, так сказать, самость. Так вот, если в первом случае альтернативой того, что я сказал, это будет воспитание методом поощрения и наказания – дрессировка. Так вот, я здесь говорил не про дрессировку, не за то, что хорошее поведение. Я тебе пряник, а за плохое я тебе там розгу. Здесь другое. Я это делаю не потому, что боюсь розги и не потому, что стремлюсь к пьянику, а потому, что у меня привязанность к любому любимому объекту. Понятно? Это совершенно противоположное дрессировке отношений. На втором этапе. А каким образом происходит то, что ребенок вдруг начинает что-то хотеть? На втором этапе. На втором этапе. То есть это делаю. То есть это делаю. Ничего подобного. Психология проводила массу всяких обследований и доказала. Главный аспект, который влияет на хочу и желаю ребенка, заключается интерес наслаждения самого родителя. То есть дети должны высосать, они должны отобрать наслаждение своих родителей. Если ребенок видит, что его родители с наслаждением читают, он начнет хотеть читать. Если девочка видит, что мама с наслаждением песенки поет, когда готовит на кухне, у нее горят глаза, но у нее глаза гасятся, когда ей надо объяснить политическую какую-то вещь своей подруге, то, извините, ребенок будет тянуться к кухне и плевать ему будет на политику. Потому что он жаждет родительского наслаждения. Не удовольствия, а наслаждения. Разница между удовольствием и наслаждением в том, что удовольствие это облегчится. Вот все, облегчился, стало легче. Удовольствие. А наслаждение это там, где я напрягаюсь, там, где я трачу себя, там, где... Понятно, да? Там нет удовольствия, нет никакого удовольствия лезть в гору. Извините, это тяжело, но наслаждение, альпинисты говорят, большое. И так услышали, да? Что для родителей хочу, это гори сам этим желанием. Гори желанием молиться, ребенок захочет молиться. Гори желанием пойти, ну, понятно, к литургии, значит, он будет. И это желание у тебя, что он жаждет отобрать твое наслаждение. Да нет этап таха не таха. Да нет. Не имитирует. Понятно? А он сасывает это. Если мама любит красоваться перед зеркалом, поверьте, девочка это всасет в себя. Уи! Извиняясь. Кui, kui emale meeldib peeglies ennast mukkida, siis ka laps, тютar võib olla, eelkõige, ta imeb endasse selle teadmise, et seal peeglies on nauditav ennast meikida. Кui, aga, lapsevanem, ei ole huvitatud sellest, mida ta teeb. Ta ei наudi oma tegevust, ei hakka ka laps seda sama tegema. Итак, первое понимание было, это понимать вот это ощущение ребенка принятости и все аспекти понимания, это вот про это, любит или не любит, меня папочка с мамочкой, насколько я принят. Второе понимание, которое родитель может нащупать во внутреннем мире ребенка, это понимание, а чего он там хочет, хотя сам ребенок этого не может сказать. И когда ребенок переходит уже во взрослую подростковую, так сказать, стадию, имею право или не имею право. Вот главный вопрос следующего этапа подросткового возраста, но приблизительно там с 14, предположим, до 17-18 лет. На что я в этой жизни имею право? И вот здесь возникает очень жуткое, страшное противоречие. С одной стороны, я хочу быть собою, а с другой стороны, хочу я быть принятой своей референтной группой. То есть имею право, потому что референтная группа дала мне на это право, понятно? И имею право быть собою, то есть делать так, как я чувствую по себе. Да нет. 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 А какて здесь. Ну и, естественно, когда эта проблематика, которая именно является предметом понимания родителей, я не про объяснение именно. А что там понимать в этом подростке? Я рассказываю про то, что там понимать. Я рассказываю про внутренний мир подростка И вот только теперь, когда я, как подросток, достиг ощущения, я имею право, вот после этого я задаю последний экзистенциальный вопрос. А что я должен? Кому должен? Себе должен. Что я должен себе, чтобы состояться на базе тех ценностей, которые мною усвоены? И вот это ощущение, что я должен, оно оторвет меня от моего хочу. И тогда происходит вот это самое главное человеческое разделение. Я, может быть, вот сейчас хочу пить и прекратить вот это выступление, но я не отождествлюсь со своим хочу, которое содержится, предположим, в моем теле, но я отождествлюсь со своим долгом до конца это выступление завершить. Потому что с первыми этапами я почувствовал себя здесь в безопасности, понятно, я понял, чего я хочу, чего мне здесь надо. Услышали меня, да? И вот только теперь я дорос до того, чтобы отождествиться с своим желанием и растождествиться со своим хочу. И вот здесь вот это тахан и растождествую вас. И вот здесь наоборот, как я утренну, как я истинка, я утрена, пока об этом все находится. по возрастам. Один клинический пример, который меня в свое время очень сильно воодушевил в рамках моей работы. Когда провели исследование с маленькими детьми, я не знаю, знаете ли вы этот феномен зефира. Очень другими словами, маленькие дети, это 5-6 лет, вот в этом возрасте, и ребенку предлагают зефир. Ну, я не помню, в какой стране было, типа Англия и так далее. Зефир вкусняшка была для этого контингента детей, но при условии, что если он этот зефир не съест, то когда я зайду в комнату, то ты получишь, я не помню, 2 или 5 зефира. Услышали? Значит, одни дети могли вытерпеть, другие дети не могли вытерпеть. Так вот, что оказалось, потом этих детей проверили через 20 лет. Оказалась полнейшая корреляция с успехом в жизни. Те дети, которые в 6 лет могли вытерпеть, не взять одну дефирингу ради того, чтобы потом получить больше, те статистически достоверно через 20 лет были более успешными. А совершенно это не зависело от того, кто в каком возрасте научился читать, или был послушным, или не был послушным. Это не коррелировало с успехом в жизни. Да. Нюбль veel näide ühe эксперimendi kohta, kus lapsi jälgiti ühes этапis ja siis 20 aasta pärast. Ja loodi teatud käitumise seosed ja ka edukuse seosed. Võeti väikesed lapsed 5-6 aastased. Ja seda eksperimenti nimetatakse ka sefiiri eksperimentiks. Ja nendele lastele öeldi, neile antakse sefiiri. Nad võivad süüa sefiiri, aga kui nad jätavad selle ühe sefiiri söömata... Kui nii ema tuleb. Kui nii ema tuleb. Ja siis kui ema tuleb, ta annab opis 5-6 sefiiri söömiseks. Aga see esimene sefiir tuleks jätta söömata. Nüüd need lapsed, kes suudsid selle esimese sefiiri jätta söömata, need lapsed edaspidises elus, nagu uuring näitas, 20 aasta pärast jälle need samad lapsed võidi kokku. Need lapsed, kes jätsid esimese sefiiri söömata selle nimel, et edaspidi saaks rohkem sefiiri. Need olid märksa edukamat elus. Ja üldse ei olnud nagu tähtis, kas need lapsed, kes nendes lastest oli õppinud varasema, seas lugema või oli kuulekam. Ja need seosed edaspidist elu ei mõjutanud, aga see tahte jõud isegi. Või arvestus, et hiljem on suurem boonus. Ja uurite siis, mis tingis edukate laste, sellise käitumise ka alguses, et nad jätsid esimese sefiiri tükki söömata. Ja tuli välja, et nendel lastel oli tugevamalt välja arenenud ise enda olemas olu tunnetus. Mina tunnetus. Mina olen olemas. Aga muidugi see teema ise enne, sest on veel väga, väga pikki lai teema, milleks praegu ei ole enam aega seda laiendada. Aga meie teame, et me oleme eelkatele, siis anna olemas, siis looja on olemas. Et teame olenele, et me enda, et me oleme selline täendab nagane, siis neid tulem. Et meie teame, et me oleme selle veel selline teame ega teame. Tegaks me jõud, et meie teame peane, aga me oleme peaks tulem, et me oleme selline tuleb oleme, et me oleme olnud, et me oleme ta. Поехали. 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 В его лаптопе это не получилось, или у него эта программа не работает. Он высматривает кого-то из тех, у кого будут нормальные лаптопы по своим признакам. Он его останавливает, подзывает и говорит, вот этому человеку надо вот это, а мой лаптоп не работает, типа того, найди эту улицу и так далее. То есть, другими словами, там вовлеченность во все. Чем бы японец не занимался, он по уши в это вовлечен. И это особенность воспитания ребенка. И то, что в результате оказываются задействованы вот эти структуры, то это просто специфика проявления тех психических расстройств, которые есть у любых людей. Но в японском варианте это дойдет до хикикамори. Но и с другой стороны, в том же японском варианте это дойдет до каких-то особых, так сказать, вершин в другой сфере. То есть, другими словами, особенность японской культуры это доводит до предела. Кюсимус хикикаморе, мааре, коhta, кui kolleegи, IT-спetsialistid on pidevalt ainult arvutites, kuidas on võimalik nendest aru saada? Ну, тегelikult see hикикаморе nähtus on jaapani nähtus ja see puudutab lapsi ja noori inimesi, kes üldse enam kudust ja omad oaste ei välju, vaid istuvad ainult arvuti ees ja vanemad siis toovad neile tasakesi või leibu ja süüa sinna arvuti kõrvale. Jaapani kultuur, see viib külastajad šokki ja ise ma käisin sellele aasta ka jaapanis ja nägin seda kõike. Ja näiteks jaapanis, kui inimene eksib tänaval ja... Ja lihtsalt vaatab nii vist. Ta veel keda ei kellegi juurde ei pöördunud. Ja kui juba keegi tuleb tema juurde ja küsib, oled ära eksinud, kas saab aidata, võtab oma laptopi ja hakkab õtsima sealt neid tänavaid. Aga siis võibolla tuleb välja, et see laptop ei tööta õieti, programmi ei läinud tööle õieti. Siis see inimene jaapanlane abistaja hakkab vaatama tänaval ringi, kellel veel oleks laptop, kelle poole saab pöörduda. Ta pöördub selle järgmise inimese poole ja järgmine inimene oma laptopi pealt otsib üles selle vajaliku tänava. Jaapani kultuuris on totaalne pühendumine sellest see, millega inimene tegeleb. Ühel poolt see võib tegitada seda higi ka mure nähtust, aga teisel poolt ta viib muidugi inimesi ka tipp saavutusteni. Nii et jaapanis on see üheste äärmusesse, teise äärmusesse viiv kultuur. Nii et nüüd vastus küsimusel, et tuleb nendest arvuti fännidest aru saada, et nad võib olla te kollegid on lihtsalt perfektsionistid. Tõe nii lüüd hore, no uskia-uskia. Nii et nüüd vastus, et nad võib olla tegit saavutus. U nas saks jäast on one, et nad võib olla tegitle mordovinev võib. Nii etateausõs, et nad võib olla tegitkineva onsitega. K ultraikaks, et nad võib olla tegutus. Kuul jäast nisaks, et nad võib olla tegutus. испrediteks, abistus uvab. Tateaus etab saavut tõi võibolla? Nii etab, aateaus etab tõi tõi võibolla, et nad võibolla on etab. Sevas etab on etab, etab on etab tõi kultus, etabus, etabus kultus. Второе – это знание, чего я хочу. А потом, могу ли я это? А он отречисляет уже к этому времени себя с этим. Вот как я развел «хочу и желаю». Понимаете, я могу отречислять себя со своим «хочу», а я могу отречислять себя со своим «желаю». Если я хочу, то моя «хочу» живет в моем теле. Оно больше нигде не живет. Но когда я говорю, извините, а что я сейчас желаю? Я желаю ответить на ваш вопрос полным образом. А где живет мое «желаю»? Оно живет в моем образе. У меня есть образ себя, и если я придерживаюсь этого образа себя, то я и буду желать ответить на ваш вопрос. Но в моем образе содержится вот это подражание Христу. Оно содержится в образе. И если оно уже вошло в мой образ, то не изменяя своему образу, не ведя себя безобразно, я буду это осуществлять. То есть не абстрактно, а я сначала интегрировал образ себя с Христом как идеалом. А если не интегрировал, ну, значит, не интегрировал. Услышали меня? А если интегрировал, я по-другому не смогу. Это мой образ. Спасибо. Оли кисимус, et me ei kuulnud siin Kristusega seosest või Kristusele sarnaseks saamise soovist. Ja vastus, et tegelikult see peitub ju selles inimese mina ette kujutuses. Ma tahan midagi, ma soovin... Kelle naa ma ennast mõistan. Kui mina ennast mõistan Kristla, see naa, siis tähendab, et ma töötangi selle peale. Aga teist võimalust mulle ei jäägi, muidu ma ennast reedan. Ja võimalust. Продолжение следует...